С ноября 2013 года активно работает некоммерческий проект «Перерыв на войну», главная задача которого — привлечь молодых людей к темам Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. За время существования проекта на его базе были организованы встречи с ветеранами, тематические выставки и необычные мероприятия, в том числе и игра «Квест» — страна должна знать свои города-герои. «Квест» — это масштабная игра, командная игра, война историческая, которая проходит у нас по девяти городам-героям. Начинается она в Санкт-Петербурге 18 января, завершается 26 в Мурманске, а финал «Квеста» будет проведен 27 января на Дворцовой площади в день празднования полного снятия блокады Ленинграда. На каждом этапе команды будет встречать агент, который и предложит решить очередное задание, в том числе и творческого характера. «Девять заданий предусмотрено. В каждом городе девять заданий. Квест построен по девяти точкам. Каждое из заданий представлено головоломкой, в которой загадан подвиг одного из девяти городов-героев. Таким образом, по прохождении квеста все команды пройдут девять точек и вспомнят, почему каждый из девяти городов-героев получил такое звание». К участию в квесте привлечены более 900 человек из девяти городов нашей страны. Возраст участников колеблется от 18 до 30 лет, но есть и исключения. Так поиграть в эту масштабную игру могут и ребята, достигшие 14 лет, но при условии наличия совершеннолетнего капитана в команде. Всем участникам предстоит разгадать непростые головоломки, которые подготовили организаторы игры. «Здесь их ждет прочитать стихотворение. Сначала его вспомнить, стихотворение, посвященное войне или блокаде. Вспомнить, прочитать, записать на видео, выложить в Инстаграм с определенными хэштегами, после чего они отправляются дальше». Команда «Победитель» из каждого города будет приглашена в Санкт-Петербург, где на Дворцовой площади 27 января, в памятный день снятия блокады Ленинграда, пройдет финальный этап игры. Те ребята, которые окажутся лучшими, получат ценные призы от спонсоров проекта и приглашения к участию в Большом патриотическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в мае. По мнению не только организаторов проекта, но и его участников, проведение подобных игр и мероприятий – это важный этап патриотического воспитания молодого поколения. «Дата, связанные с блокадой, очень значима для Санкт-Петербурга и для нас в целом, и поэтому через нее, мне кажется, очень эффективно знакомить перерастающее поколение с этими событиями и с историей нашего города в этот нелегкий период». Основная цель проекта «Перерыв на войну» – это сохранение памяти о Великой Отечественной войне и укрепление связи поколений. Что ж, еще одно мероприятие, организованное под эгидой проекта, с этой задачей точно справилось. Дарья Дмитриева, Николай Ионеско специально